приветствую подписчиков своего канала а также гостей которые зашли посмотреть на содержание видео с громким названием сразу хочу сказать если информация покажется для вас полезной поделитесь этим видео пусть эту информацию узнает как можно большее количество людей год назад я снимал уже видео с названием пластины от клеща не использую приводил свои доводы говоря о том что нам по моему мнению почему пластины не работают или если работает то почему плохо их использовать я не буду повторяться сегодня хочу лишь подчеркнуть что мое мнение за этот период не изменилось пластины я по-прежнему не использую в подтверждение этому есть случаи которые сегодня пестрят в ю тубе уже наверное месячной давности пчеловоды с большим количеством ульев и подписчиков показывали что потравили пластинами целые семьи я не знаю какие именно это были пластины и каковы были предпосылки но факт остается фактом этим людям веришь и многие в комментариях писали также о похожих ситуациях поэтому пластины в первую очередь это дорого если это качественно но применять или нет это решать вам почему о сублиматоре хочу сказать что он не работает в прошлом году я показывал как обрабатываю делал четырехкратную обработку по инструкции кстати не знаю почему бытует мнение что сублиматором нужно обрабатывать после выхода расплода ту инструкцию которую я читал по сублиматору и по щавелевой кислоте написано как раз четырехкратная обработка с интервалом 7 дней и температурой 14-15 градусов то есть но тепло на улице в теплый период то есть это такая первичная обработка после откачивания меда за этот период с прошлого сезона я слышал много негативных отзывов уважаемых пчеловодов не просто там самоучек а действительно и дипломированного специалиста с экологическим каким-то дипломом человека разбирающегося он говорил что основной недостаток такой обработки это каменный расплод пчел в следующем сезоне я не заметил как такового явления у себя хотя одна семейка была но я связывал с чем-то другим хотя и переохлаждение там не было не знаю но он категорически отказался почему я также отказываюсь от щавелевой кислоты потому что хотя я сделал сублиматор все для этого есть потому что я не увидел эффективности в прошлом году после сублиматора я обработал бипином и увидел большое количество клеща которого уже по сути быть не должно так как многие обрабатывают исключительно щавелевой кислотой сразу хочу сказать друзья на берегу в начале видео хмельницкая область украина температурный режим зимой стал довольно таки теплым морозный период небольшой есть оттепели с облетами пчел в зимний период последние два года были облеты в декабре январе и феврале по сути дела там зимовка как таковая не наступает а также очень и очень жаркое лето почему я уточняю эти данные эти данные могут разниться с вашим регионом меня смотрит очень много стран очень много большая география и есть холодные районы казахстан берланды где люди пишут что у них зима довольно суровая и у них начинается она уже с октября месяца поэтому у нас могут быть совершенно разные разное количество клеща от чего зависит количество клеща оно зависит не только от температуры окружающей среды а также оно зависит от начального состояния семей весной и от количества пасек вокруг вас от того как пчеловоды вокруг вас обрабатывают клеща потому что когда вокруг вас люди совершенно не занимаются пасеками есть такие какие-то своеобразные пчеловоды тогда это приводит к увеличению популяции клеща в моем случае для моего региона в моих условиях обработка сублиматором была недостаточной и без аметраза пчелы не перезимовали бы прошлую зиму в этом году я не стал делать поспешных заявлений хотел обработать сублиматором но меня мучили сомнения начинать ли вообще связываться со щавелевой кислотой хотя я ее уже и прикупил почему так потому что лето было очень жарким и уже успели ребята какие-то в ю тубе смотрю обложки очень много клеща сколько же клеща и смотрю там заклещенность семей высокая думаю если на востоке украины харьковской области частности там полтавщина много клеща думаю то у меня его будет не меньше потому что здесь концентрация пасек больше и было очень жарко и сухо засуха было два месяца потом три дня дождей вот опять сухо и тепло все это приводит к тому что клещ размножается очень сильно относительно безрасплодного периода сразу скажу в прошлом году я его практиковал и те семьи в которых у меня был выдержан безрасплодный период в течение 30 дней даже там у меня клеща было очень мало одну семейку я показывал которой там сыпалась по триста пятьдесят четыреста штук клеща она была весь сезон с маткой и многие там не начинали писать ладно тех кто пишет не будем терять время единственно комментарии к тому видео где я писал пластины не использую очень помогли мне расширить какую-то географию применения вообще различных пластин кислот люди писали о том как именно они борются с этими явлениями поэтому если у вас есть ваш опыт вы поделитесь действительно ценной информации пожалуйста напишите потому что очень многие писали что обходятся пластинами некоторые писали что обходятся щавелькой но я именно для этого и написал точнее вам сказал свои данные по региону по температуре поэтому когда будете писать напишите пожалуйста ваш температурный режим холодная ли у вас зима и насколько жаркое лето это также будет определенной такой помощью для тех кто читает комментарии и будет смотреть как как у вас как поступить может быть найдет свой регион страну и так далее и теперь к сути того что меня удивило настолько в этом году что я этого не ожидал во-первых скажу что многие люди которые говорят вот я зимую у меня все в порядке я делаю вот так это не значит что они могут нам с вами помочь по количеству клеща у них глухое дно и они туда не заглядывают практически а если и заглядывают то подклали какой-то листочек в небольшую щель и просто посмотрели высыпался клещ или нет а он сыпется не только в центре он еще сыпется по краям он еще сыпется в задней части гнезда то есть информацию реально информативность по клещу может дать только сетчатое дно во всю площадь этого дна у меня именно такие донья кто следит за моим каналом знаете я могу вот таким вот образом вытаскивать вкладыши и видеть полностью всю поверхность этого дна какую особенность в этом году я увидел которая меня повергла в ступор бипин амитрас точнее действующее вещество его относят к ряду препаратов которые действуют мгновенно и рекомендуют применять только лишь в конце сезона когда выйдет весь расплод есть такое мнение я не удержусь и прочту вам это из книги я не хочу друзья называть автора книги может быть позже раскрою сразу скажу что это вроде бы как не ученый человек я имею ввиду что у него нет там диплома но это очень много уважаемый человек в пчеловодстве и я его книги также взял почитать я ее специально размыл чтобы я же говорю я не хочу никого обидеть но есть такая информация которую также можете прочесть и вы здесь написано в чем разница между препаратами быстрого и длительного действия препараты быстрого действия эффективны только в отсутствие печатного расплода и здесь жирным шрифтом это выделено они носят характер контактного действия с коротким периодом распада отравляющей смеси 12-24 часа а учитывая биологическую особенность клеща что около 90 процентов паразита находится именно в печатном расплоде следовательно данные препараты быстрого действия в этом случае мало эффективны или скорее совсем не эффективны поэтому даже многократная обработка корицидами быстрого действия присутствие печатного расплода это не борьба с клещом а борьба с самой пчелой выделена жирным шрифтом и сегодня это повсеместный бич в пчеловодстве мы питаем себя иллюзиями многократности обработок в надежде на получение должного эффекта а в результате уничтожая единицы самокваро осенью травим тысячи тысячи особей пчел для зимы и такая гонка скажется затем и на самой зимовке и на воспитании весеннего расплода не забываем что любые акарициды для клеща являются автоматически инсектицидами для самих пчел акарициды я для клеща инсектицид я для насекомых и пчел в том числе и далее перечисляется к акарицидам быстрого действия относятся все органические кислоты муравьиная щавелевая молочная а также препараты растительного происхождения тимол багульник аир болотный касс 81 и другие к противовароатозному мероприятию быстрого действия относятся также обработка в термокамере и дальше три восклицательных знаков впереди и три после этой фразы но еще раз подчеркну что этот тип акарицидов эффективен только для безрасплодного периода жирным шрифтом выделено препараты длительного действия к ним относятся специальные полоски пропитаны отравляющим веществом к примеру флувалинатом флуваментрином последнее время появляются новые разработки в том числе органического происхождения где специальные картонные полоски пропитываются щавелевой кислотой с глицерином главное знать смысл в чем эффективность самой специфики по принципу действия препарата длительного действия полоски применяются как раз в тех случаях когда в семье имеется печатный расплод полоска устанавливается в центр расплодного гнезда на 30-35 дней отравляющие вещество непрерывно уничтожает клеща не давая ему возможности перед дислокации из ячейки в ячейку и так друзья с чем в данном случае я не согласен во первых там нет аметраза он не описан никак препарат быстрого действия хотя намного более негативно воздействующие на человека и пчел это как раз флувалинат и флуметрин он вообще не выводится из но по данному с учебных исследований которые мне доводилось читать и видеть это он имеет больший период распада чем аметраз и практически не выводится поэтому друзья если говорить уже о таких страшных ядах из этой рубрики то бипин точнее действующее вещество аметраз является менее опасным чем флувалинат которым пропитывают все полоски и ребята которые на форуме научном форуме обсуждали попадание этого вещества флувалината в ващину они говорят что зарубежные исследования с которыми они столкнулись и изучали говорят о том что он практически не выводится из ващины из воска самого воска так вот друзья поэтому я не использую пластины которые пропитаны флувалинатом и флуметрином и не стал использовать маврик который также можно использовать и в водном растворе в дым пушки значит на сегодняшний день мною было проведено принято решение такое думаю не буду я обрабатывать все-таки щавелевой кислотой потому что прошлом году она меня очень сильно усомнила и вообще не давала эффекта осыпи клещей я думаю попробую по опыту моего наставника который учил меня как реально перезимовать и сначала я думал ну он конечно думаю немножко перегибает палку суть его обработки была в том что он сбивал аметразом клеща сразу после медосбора но не на медовых рамках а на гнездовом корпусе в этом году вы видели в моих видео что я мед собирал в магазине в магазинные надставки в абсолютно там новые короче говоря там чистое дерево полурамки на которых периодически меняется сам воск на чистую вощину забрусную и эти магазины на отставляются на мои ульи уже непосредственно в период медосбора с мая месяца соответственно то гнездо которое здесь есть с трехсотыми рамками даже уже у меня трехсотые рамки они не попадают к медовым рядом не стоят часть этих рамок продается на отводки и заменяется новыми или просто утилизируется если я вижу что рамка темная и уже она потеряла свои качества значит таким образом я изолирую гнездо обрабатывая его аметразом от медовой части которая может быть в дальнейшем говорить о том что аметраз может перепрыгивать в медовые корпуса это я сразу отвечаю на вопрос по поводу того что будут люди писать о вредности вреде что ты жрешь там этот аметраз и так далее я думаю я ответил на вопрос достаточно только сделать анализ этого меда на содержание аметраза и все будет понятно что его там нет потому что это не так не настолько такое прям сильное вещество которое может там быть больше чем полгода посчитайте сами обработку я заканчиваю в конце сентября в октябре остается ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 7 месяцев проходит после того как заканчивается эта обработка весной я пчел не обрабатываю почему потому что я не вытравлю клеща больше весной чем я его вытравил осенью потому что осенью я делаю тщательную обработку и так все же это не интрига друзья это просто последовательный рассказ что же что же я увидел шокирующего в этом сезоне вот в этом улье конкретно у меня здесь стояли весы на которых я следил за привесами этой сильной семьи и перед обработкой аметразом я позакрывал все свои сетчатые донья чтобы дым вообще не выходил чтобы именно тот клуб который предназначен для обработки пчел он подействовал и вот эту семью я убрал весы и забыл закрыть вкладыш потому что когда у меня они стояли на весах я не использовал вот этот вкладыш он сюда заходит очень плотно о я только его достал сейчас я еще вам и клещей покажу значит ситуация следующая я обработал семью когда в этой семье не было вот этого вкладыша то есть во первых весь этот дым он мог уйти и быстро выветрится через открытое сетчатое дно какой-то может быть клещ правильно на следующий день я клещей не подсчитывал открыл я эти вкладыши где-то через два дня и стал примерно записывать по каждой семье приблизительное количество клещей для чего я это делаю в этой книге которую я прочел не вся информация мне не понравилось есть догмы на которых автор ссылается это конечно же присутствие клеща какого-то его количества в расплоде но не все количество не 90 процентов клеща в расплоде с этим я не согласен хотя это данные даже не этого пчеловода а он ссылается на исследование и какую-то информацию одним словом недоисследовано все просто очень сильно недоисследовано ну не знаю стоит ли говорить но скажу я сам ученый имею представление о том что такое исследование что такое наука поэтому это очень спорные вопросы когда я делаю какой-то свой научный подход экспериментируя с некоторыми вещами я вижу что наука которая описана в пчеловодческих книгах она требует очень большой проверки как например недавняя информация о том что клещ питается не гемолимфой пчелы а непосредственно самим жировым телом пчелы что в корне меняет абсолютно все эти обработки кассами и какими-то там подкормками с перцем и так далее и так далее типа мы через питательную цепочку можем повлиять на клеща и таким образом он отваливается все остальное еще раз повторюсь для того чтобы доказать кому-то как в качестве эксперимента и научного исследования и своего опыта необходимо иметь хотя бы сетчатое дно все кто мне там кричали о чем-то рассказывали они все время сидят на глухом дне есть такие уникумы которые говорят не ребята но обрабатывать по жаре амитразом но смотрите пчелы погибнут ну я не знаю надо ли показывать что пчелы у меня летают обработка уже была второй раз значит перехожу ближе к сути друзья потому что я очень много хочу вам сказать и эта информация она просто не вмещается в короткий ролик но тот кто посмотрит до конца и если вы хотите чтобы реально у вас пчелы были здоровы и вы не были тем кто размножает креща вместе с пчелами то вы посмотрите и сделаете для себя определенные выводы информация следующая семья которая была с открытым дном но сплошная сетка простояла у меня таким образом два дня после обработки вопрос самый первый а была ли эффективность вообще в обработке амитразом дымом с открытым дном вроде бы как очевидно что нет я взял этот вкладыш абсолютно чистым вообще там из подсобного своего помещения вставил его просто чтобы пчелам создать еще теплый температурный режим там дожди и все такое было короче я закрыл дно и в тот момент когда я проходил по пасеке перед обработкой повторной прошло я хотел через 10 дней но у меня не получилось не нужно было через 10 дней провести обработку как я вот посмотрел по семьям почему я вообще решил обработку провести и когда я провожу я выборочно смотрю не менее 10 семей с пасеки 57 не меньше и вижу что во многих семьях лупится расплод в этот момент но вот по рамке по целой рамке там и много мохнатых пчелок идет вот этот момент нужно обязательно обрабатывать я не знал одной простой вещи что бипин точнее амитраз я обрабатывал вообще препаратом апиметрии действующее вещество амитраз но у нас и называется апиметрин вот апиметрином обрабатывал значит я не знал что он пролонгирующего действия честно вам говорю я не знал этого я думал что он вот такого мгновенного действия выветрилась все и все пропало и ничего нет когда я открыл вкладыш который был поставлен через два дня после обработки я увидел падающих клещей то есть я увидел что есть клещи и их было очень много я не помню точное количество но их было более 30 около 40 может и 50 штук где-то так дно было усеяно клещами то есть через двое суток после обработки на вкладыше продолжала сыпаться продолжал сыпаться клещ перед тем как проводить повторную обработку многие донья я опять постирал тряпочкой они были чистыми и перед обработкой я заглянул туда там опять есть клещ то есть прошло 10 11 дней и клещ опять же продолжал сыпаться вы представляете себе такую особенность то есть этот препарат он действует по сути дела точно таким же образом как действует пластины возможно это вещество остается на воске на рамках я не знаю каким образом это происходит но клеща сыпется море даже после обработки и я вам сейчас продемонстрирую это но это вот тот улей который был обработан после после того как я удалил всех клещей он был протерт опять вот здесь просто куча клещей прям горка я хочу вам показать это чтобы это было видно вот я вижу сейчас на экране что это фокусе и видно количество клещей вот здесь посмотрите с этой стороны задняя часть вообще вот это белая полоска она находится немножко так на улице так бы сказать и вот посмотрите видите клещи они как бы наверное падали и куда-то выползали то есть они может быть даже осыпались на землю они есть даже здесь как я подсчитываю клещей многие у меня спрашивали кому я так общался ли ты шо их всех считаешь там 100 150 штук но я беру сектор если вижу что они распределены примерно одинаково я беру сектор четверть идти считаю если я беру там половину мало их я беру половину и считаю так вот кроме того всего прочего сегодня у меня состоялась беседа с моим подписчиком в телеграм-канале кстати подписывайтесь кто хочет получить какую-то консультацию получить какие-то определенные знания дополнительные вы хотите что-то спросить пожалуйста подписывайтесь на телеграм-канал там можно в обсуждениях быстро получить ответы на свои вопросы что-то свое показать спросить реально по фото и так далее мой подписчик алексей в телеграм-канале сегодня показал результат обработки после моего совета я ему посоветовал обработать не ждать обработать бипином но у него как раз вот северные районы и там уже заморозки температура плюс 5 днем доходит 10 градусов вот такое то есть реально такая уже глубокая осень у меня такие температурные режимы наступят где-то в октябре ноябре месяце значит после того как он обработал он открыл снял корпус взял глухое дно прислал фотографии на них плохо видно но он реально посчитал у него где-то около 100 клещей осыпалась в боковых частях то есть если бы вы подкладывали какие-то бумажки под рамки вы бы ничего не увидели были случаи когда я выставлял рамку с небольшим количеством расплода выставлял ее за заставную просто там уже расплода чуть-чуть и немножко метку и для того чтобы и пчелы вышли и мед забрали я ставил за заставную были случаи когда после обработок у меня там осыпалась клещей порядка там 50 штук с одной рамки после того как уже выходили пчел то есть такой вывод к чему я это все рассказываю я хочу вам сказать что если вы не хотите рисковать по поводу там различных кислот и также пластин которые тоже сомнительного качества вы понадеетесь что они будут работать а возможности у вас проконтролировать не будет может получиться такая ситуация что вы просто останетесь на весну без пчел я не склоняю вас к никаким действиям я не говорю что нужно обрабатывать четырехкратно амитразом но я лишь вам рассказываю о том сколько клеща сколько же у меня его было были семьи где было по 70 клещей плюс-минус были там где я просто писал очень много это при том что в этом году у меня также в семьях был безрасплодный период а ну и справедливости ради здесь необходимо сказать информацию о том сколько у меня расплода сейчас в семьях семьи разные я же говорю был безрасплодный период поэтому некоторые матки у меня разогнались еще с средины лет а некоторые были в августе выведены и начали активный засев именно в августе поэтому семьи разные сила семей разная и количество расплода колеблется от трех рамок точнее на трех рамках где-то вот такие пятна расплода и до пяти рамок есть там пару семей на шести рамках расплод почему такая большая разница и почему пятна я закармливаю семьи поэтому они заливают все медом где только выходят но я расскажу вам в следующем ролике каким образом правильно сокращать нужно семьи чтобы меньше было мороки и вот поэтому у меня и количество расплода сокращается но на данный момент я не принимаю каких-то мер кроме сокращения по уменьшению расплода почему потому что у меня теплый регион и пчелы оздоровившиеся у которых нет клеща смогут продолжать развиваться еще у меня до октября месяца поэтому друзья конечно же в расплоде обязательно какое-то количество есть и финишную обработку по холоду когда уже начались холода устойчивые и даже скажем там две-три недели прошло прошлом году эти холода долго не наступали финишную обработку от клеща я проводил в декабре месяце когда точно был уверен что расплода нет и мне нужно провести эту обработку для того чтобы весной не травить пчел не травить ульи ослабевших пчел а также оттянуть этот период обработки аметразом а семей по этой теме все что касалось клеща по сокращению гнезд расплоду в следующем видео пожалуйста пишите комментарии делитесь своим опытом информацией будем вместе решать эту проблему всем удачи всем мира здоровья всем пока